Более миллиарда рублей в этом году выделено из муниципальной казны на объекты капитального строительства. На условиях софинансирования возводится в современная школа в микрорайоне Ореховая Сопка. На улицах Алексеевской, Совхозной строятся дома, в которых ключи от квартир получат работники бюджетной отрасли, а также малообеспеченные семьи. И сегодня на стройплощадках побывал мэр Александр Соколов. Такие сжатые сроки практически у нас никогда не было. Поэтому на объекте работа должна вестись почти круглосуточно. До конца года на этом пустыре должны появиться три корпуса школы и стадион. Для того, чтобы сдать объект и не сорвать сроки, принято решение в два раза увеличить на стройплощадке количество монтажников, укладчиков и сварщиков. Здесь будет школа на 800 мест. Как раз она удовлетворит потребность этого всего микрорайона. И в микрорайон дети будут ходить в одну смену. Неподалеку от школы на улице Совхозной уже через несколько лет вырастет новый жилой комплекс «Березки». Новоселье в первой девятиэтажке жильцы справят уже в декабре этого года. К строящейся высотке уже подведены все коммуникации. Сети в какую сторону идут? А у нас они тут разветвленные сети. Теплотрасса оттуда? Теплотрасса от котельной. От нее идет теплотрасса. Газ вот здесь проходит. Мы подключаем газ. Ключи от благоустроенных квартир в новом доме получат 279 семей. Большинство из них приобрели жилье в рамках федеральной программы по 35 тысяч рублей за квадратный метр. На сегодняшний день 158 договоров уже заключено по этой цене. И вот до конца марта мы заключим еще 8 договоров и тем самым мы закроем. Еще три дома будут сданы в жилом комплексе по улице Александровской. Сроки постоянно переносились. И сейчас, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками, на стройплощадке ежедневно по удлиненному графику трудится более 100 рабочих. Сроки там определены. Вот мы сегодня только на двух объектах побывали. До июня мы надеемся основной объем по двум домам завершить. По Алексейской третий дом до конца года. В три раза в Хабаровске упал спрос на покупку квартир. Строительная отрасль переживает не лучшие времена. Несмотря на это, только силами муниципальных застройщиков до конца года планируется сдать около 60 тысяч квадратных метров жилья. Основные силы брошены на то, чтобы завершить начатое строительство и сдать объекты в срок. Татьяна Токарь, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Более 20 миллиардов рублей из федерального бюджета будет выделено на благоустройство дворов и городских зон отдыха по всей России. Сделано это будет в рамках нового национального проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». В апреле профильные министерства начнут принимать первые заявки и составят план работы по ремонту дворовых территорий. О подробностях нового проекта на пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. Мы получили вместе с краевыми средствами больше 300 миллионов рублей. Две трети с этой суммы пойдут на дворовые территории и одна третья пойдет на места массового пребывания людей. По программе жители домов могут получить денежную поддержку на благоустройство своих дворов. Для этого им нужно составить план ремонтных работ. Основной в него входит асфальтирование тротуаров, отмостков, установка освещения, лавочек и урн и дополнительный – обустройство парковок, детских и спортивных площадок. В каждом муниципалитете будет создана комиссия, общественная комиссия, в которую войдут в том числе и эксперты, архитекторы, члены общественных организаций, муниципальные власти, управляющие компании, товарищи собственников жилья. 100 миллионов рублей федеральных средств на условиях софинансирования будет направлено на развитие зон отдыха в городах и поселках Хабаровского края. Принять участие в масштабном благоустройстве приглашаются студенты архитектурных факультетов. Лучшие проекты по оформлению парков и скверов будут рассмотрены в министерстве ЖКХ. Крепостная стена, сложенная из камня, украсит вход в семейный экопарк. Он расположится в парке «Северный». Основным объектом станет сказочный замок, как заявили авторы проекта. При создании концепции замка было изучено более 50 сооружений средневековой Европы и России. Рядом с замком появится арена для проведения рыцарских турниров. Кроме того, будет построен скалодром, веревочный парк, футбольное поле. Единоразовый чек предполагался 500 рублей. А общий объем посещения единоразового сколько может принять? По количеству аттракционов мы рассчитывали на единовременное посещение до полутора тысяч людей. В день? В день. Общая площадь экопарка составит более 2000 квадратных метров, а его стоимость оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Эти средства вкладывает инвестор. Дети из центра поиск презентовали планы на предстоящий день космонавтики – 12 апреля. Инициативные подростки решили напомнить юным хабаровчанам, кто такой Юрий Гагарин. Поисковики приготовили десятки информационных плакатов. В наши дни не каждый знает ребенок, что Юрий Гагарин посещал Хабаровск целых три раза. Он посещал Хабаровск в мае 1962 года и в июне 1967 года. Ребята разрабатывают различные буклеты, календарики карманные, которые будут напоминать горожанам об этой дате. И такие календари можно выиграть. Мероприятия запланированы на 12 апреля – День космонавтики и 20 мая – день первого приезда в Хабаровск Гагарина. По городскому маршруту советского летчика-космонавта, а именно по тем улицам, где он побывал, пустят троллейбус с экскурсиями и тематическими викторинами. Мы приготовим набор «Завтрак космонавта» от Юрия Гагарина и отдадим его за правильный ответ на вопрос о знаменитом космонавте. В парке культуры индустриального района Гагарин посадил лиственницу. Сегодня рядом с деревом установлена информационная доска. Переименовали парк только спустя 20 лет после приезда летчика-космонавта. А вот символы, хоть как-то связанные с освоением космического пространства, увы, уже снесены. Находилась там ракета дюралевая, которая как раз говорила о прорыве землян в космос. Был еще знак, где трое людей разных национальностей держали земной шар. Сегодня юные поисковики хотят инициировать здесь установку памятника Юрию Гагарину. Эскиз, как оказалось, уже есть. Его создали еще в 80-е годы прошлого века. Сегодня модель хранится в Краевом музее имени Градекова. После полной реконструкции парка монумент установят на центральной аллее. Анастасия Каранчук, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения. Суперфинал городского конкурса «Педагогический звездопад» стартовал в Хабаровске. В этом году заявки на участие подали 128 конкурсантов. Из них 27 дошли до заключительного этапа соревнований. Сегодня в гимназии номер 3 состоялось итоговое заседание круглого стола. Педагогам предстояло ответить на вопросы жюри и презентовать инновационные подходы своей работы. Например, уроки по Великой Этичной войне или какому-то другому подобному историческому периоду. Я одеваю форму военную рядового Красной Армии, прихожу на урок в этой форме. Уже таким образом выступаю в качестве, можно сказать, учебного пособия. Как провести урок, чтобы дети за 45 минут усвоили материал? На этот вопрос знает ответ Максим Горбунов. Его ученики не просто слушатели, а участники исторических событий. Несмотря на небольшой опыт работы, преподаватель прошел все отборочные этапы конкурса и стал лауреатом в номинации «Учитель года». В этой работе есть один плюс, которого нет, наверное, ни в какой другой. Там ничего не повторяется. Несмотря на то, что приходишь, казалось бы, на одно и то же место работы, к одним и тем же детям, и темы повторяются из года в год, детей, они не одинаковые. На одном уроке они такие, на другом другие. Они по-разному себя ведут, по-разному разговаривают, разные идеи выдвигают, разные мысли. И это не дает скучать. Педагогический звездопад проводится более 20 лет. Раньше он назывался «Учитель года». В этом году управление образования расширило количество номинаций. Теперь их 8. В ходе предварительных отборочных этапов конкурсанты писали эссе о педагогической деятельности, проводили мастер-классы, открытые уроки. В городе Хабаровске введена новая номинация «Молодой педагог». За счет этого молодые педагоги очень активные, очень включились активно в эту деятельность, с большим энтузиазмом, показывают высокие результаты своей работы. Поэтому в этом году конкурсантов значительно больше. Победители городского конкурса «Педагогический звездопад» назовут 12 мая. В каждой номинации для них предусмотрены дипломы и денежные премии. Кроме этого, свое мастерство они смогут продемонстрировать в краевом конкурсе «Учитель года». Анастасия Пицсон, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. В пригороде Хабаровска проходят традиционные соревнования по северному многоборью. В крае этот вид спорта развивается с 70-х годов прошлого века. В программу входят пять разновидностей. Это метание тензиана на хорей, метание топора, бег с палкой, прыжки через нарты и тройной национальный прыжок. При этом, чтобы участвовать в многоборье, совсем не обязательно жить на севере. По правилам соревнований в команды могут включаться не только представители коренных народов Севера, но и спортсмены других национальностей. Соревнования по северному многоборью традиционно проводятся в начале весны, как на открытом воздухе, так и в залах. Для того, чтобы претендовать на первые места, все-таки спортивная подготовка необходима. Мне нравится заниматься спортом, я это люблю. Хоть и северное многоборье немного не мой вид спорта, но все же пробовать себя надо во всем. Пробовать себя во всем многоборцы будут три дня, включая ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова